Беспилотный грузовик выпустили на Ямальскую трассу. Подробнее об этом и других новостях округа в рубрике «Короткой строкой». Арктическую азбуку признали одной из лучших просветительских книг России. Учебник для первоклашек получил награду от Общества знания после очной защиты. В разработке азбуки участвовали ученики двух педагогических классов Салехарда, дошкольники, профильные ведомства, а также специалисты научного центра изучения Арктики и службы охраны объектов культурного наследия ЯНАУ. Книга выпущена тиражом 12 тысяч экземпляров. В топ востребованных профессий на Ямале входят полицейские, медицинские работники и инженеры. Об этом говорит статистика окружного департамента занятости населения. Еще на региональном рынке труда не хватает водителей, электрогазосварщиков и электромонтеров, слесарей, машинистов различных установок. В окружном банке вакансий насчитывается более 14 тысяч свободных рабочих мест. Автономный грузовик ЭВА-1 впервые перевез груз по дороге общего пользования в Ноябрьске. Ранее он два года тестировался на закрытой территории. Грузовик успешно доставил оборудование для «Газпромнефти». Логистический оператор может запустить беспилотную доставку грузов между объектами в 2024 году. ЭВА-1 работает от двух источников энергии, электричества и водорода. Запас хода на одном заряде составляет до 200 километров. Беспилотник оснащен световыми и звуковыми датчиками, спутниковой навигацией, видеокамерами. Он оперативно распознает препятствия, дорожные знаки, сигналы светофора, пропускает пешеходов и при необходимости мгновенно корректирует движение. Два педагога Новоуренгойской гимназии, Олеся Литвинова и Анастасия Агафонова, в составе ямальской делегации отправились на образовательную стажировку в Непал. Обмениваться опытом проведения билингвальных уроков, знакомиться с практиками преподавания иностранных языков. Это вторая образовательная стажировка педагогов Ямала в страну Востока. В августе 16-ю учителей обучались в Чинчунском университете в Китае.